У нас сегодня в гостях декоратор Вероника и декоратор Вероника. У них разные фамилии, Подковальникова и Сергеева, и мы вот от ёлочной зоны пришли к зоне стола, тем более, что о столе новогоднем мы сегодня достаточно много говорим, по крайней мере, у наших зрителей. Мы спрашиваем, какой их любимый новогодний салат, и вы можете тоже нас в этом смысле как-то порадовать вашим вариантом. Оливье, шуба, ну, вы знаете, есть варианты разные, шуба с селёдкой, селёдка без шубы, просто шуба. Или Цезарь. У вас, девушки, какой любимый салат? Или у вас есть какой-то другой любимый новогодний салат? Цезарь мой любимый. То есть на Новый год ты его прям любишь? Или ты просто его в повседневной жизни? В повседневной жизни. На Новый год у меня папа старается делать разные салаты, поэтому Оливье и селёдки не встречаются. А я люблю мимозу. Простой салат. Ну, ещё один такой вариант у нас появился. Просто несколько странно прозвучало из уст декоратора «А я люблю мимозу». Я могла сказать, что я люблю мимозу. Разного полезло у меня в голову этот момент. Хорошо, мне кажется, вот этим вопросом провокационным про салаты мы вас немножко выдернули из вот этой декораторской истории. Нам бы хотелось бы как раз к этому вернуться. Итак, новогодний стол. У нас уже, давай, резюмирую, что у нас получились вот такие замечательные... Я бы, знаешь, не приматывался к Вероникам, поскольку у них, да, получилось, а у нас с тобой не особо, не особо. Ну, всё равно, на мой взгляд, на первый раз не так уж и плохо. Девочки, прямо сейчас мы поговорим с вами про сервировку новогоднего стола. Да? Хорошо. Про украшения, как бы, стола именно. Не, ну, с сервировкой мы, по сути дела, разобрались. Там один из трёх салатов, будем так думать, что он уже на столе. А что дальше? Ведь салат может быть на любом столе, в том числе и повседневном. Как добавить новогоднюю тематику вот в то, что происходит на этих столах прекрасных? Стол можно украсить, например, вот такими красными салфетками, которые мы принесли, которые отлично сочетаются с красными элементами нашей композиции. Видите, они поддерживают. Самые традиционные новогодние цвета – это сочетание зелёного и красного, золотого, разных блестящих элементов. Конечно же, свечи, подсвечники и запах апельсинов и корицы. Девушки, ну вот сейчас в моде вообще что? Чтобы был стол как-то ярко украшен или всё-таки чтобы был минимализм? Что сейчас модно и актуально? Ну, так как у нас наступает год огненной обезьяны, конечно, красный цвет сейчас в моде. Вот мы и выбрали эту цветовую гамму. Ну, всё достаточно просто. Ну, опять, наверное, просто пожарники напряглись. Если это сочетание год огненной обезьяны, может быть... Девушки, большое вам спасибо.